Национальный парк Бузулукский бор уникальное место. Единственное на планете, где сохранились обширные сосновые рощи, которым около 300 лет. Лес естественного происхождения. Удивляют сосны и сполины. Их окружность более 4 метров. Эту сосну называют царицей. Все дело в том, что ей практически 400 лет. Хотя сосны столько не живут. Но этому дереву удалось прожить и ураганы, и массовые рубки, и пожары. Сейчас высота дерева 33 метра. Сегодня делают все, чтобы его сохранить. В Бузулукском бору растут и липы, клены, дубы. Наблюдать сегодня именно такую картину было бы невозможно без работы ученых в конце 19-го, начале 20-го века. Работали как фундаментальные исследования, проводили так и прикладные. И те научные исследования, которые были получены здесь, в Бузулукском бору, этими людьми великими, стали основой для ведения лесного хозяйства России и в том числе для лесовосстановления. Опытное лесничество в Бузулукском бору организовано в 1903 году лесным департаментом. Инициатива профессора Георгия Морозова. Первым лесничим был исследователь Андрей Тольский. Так, по методикам ученых были посажены десятки тысяч гектаров леса. Этим лесным посадкам 50-70 лет. Они выращены по тем самым разработкам. Помогали восстановить леса от пожаров. Но огонь может быть не единственной угрозой деревьям. Огромный исполин, дуб, который рос здесь и погиб в конкурентной борьбе против сосен. В природе бывают такие, скажем, конкурентные отношения. Дуб прожил века. Сейчас он, можно сказать, экспонат музея под открытым небом. Сегодня в Бузулукском Бару работают именно по методикам тех самых ученых. Есть отдел лесного хозяйства. Он занимается мониторингом, разработкой проектов по лесовосстановлению. Проводятся санитарно-оздоровительные мероприятия. Например, где необходимо, досаживают деревья. Для сохранения самых крупных экземпляров установили специальные заборы. Профессионалы вспоминают работу Андрея Тольского. Под его руководством было заложено 16 опытных объектов для изучения густоты посадки. Типов лесных культур, значение возраста посадочного материала. И не только. Построено здание Боровой опытной станции. Чтобы зеленая жемчужина Оренбуржья по-прежнему радовала как жителей нашего региона, так и гостей. Яна Еремовна, Георгий Бурлузский, Семен Воробьев. Новости дня.